Налог на имущество Организации пересчитают На заседание Рязанской областной думы Депутаты приняли изменения в законопроект Желание и труд все перетрут Центр труда и занятости Помогает людям с ограниченными возможностями Подобрать подходящую вакансию Строительство новых гостиничных комплексов В Рязани движется А условия для отдыха становятся все лучше А теперь обо всем подробно Налог на имущество организации пересчитают Как известно, для его определения Теперь используется кадастровая стоимость Объектов недвижимости А сегодня на заседании Рязанской областной думы Депутаты приняли изменения в законопроект Который предполагает снижение ставок Для отдельных групп налогоплательщиков Об этом и других вопросах В повестке дня расскажет Алена Куколева Начиная со следующего года Налог на имущество для владельцев административно-деловых И торговых центров, объектов общественного питания И бытового обслуживания И ряда других будет рассчитываться Исходя из кадастровой стоимости объектов Первоначально в области были установлены налоговые ставки Рекомендованные на федеральном уровне Это 2% для работающих на общей системе налогоблажения И 1% для использующих упрощенную систему Или налог на вмененный доход Сегодня в условиях кризиса Для снижения налоговой нагрузки на бизнес Решено ставки пересмотреть Для применяющих общую систему налогоблажения Их снизили до 1,5% Для предпринимателей, использующих специальные налоговые режимы До 0,3% Это очень серьезный шаг навстречу Я знаю, что будут выпадающие доходы у бюджета Но несмотря на это, пошли на это и правительство, и Дума Приняв вот такую антикризисную меру Для того, чтобы сохранить рабочие места И чтобы предприятия смогли развиваться Удержать инвестиционную деятельность Также депутаты внесли изменения в бюджет текущего года Как сообщила глава регионального Минфина Марина Наумова Доходные и расходные части увеличиваются на 895 миллионов рублей Поступающих из федерального бюджета Дополнительные средства направятся в сферу здравоохранения Социальной защиты населения А также на ряд других расходов В сфере агропромышленного комплекса Средства за счет федерального бюджета Увеличиваются на сумму 106 миллионов 892,8 тысяч рублей Это субсидии в рамках государственной программы Устойчивого развития сельских территорий Которые направляются в регион На строительство дорог К общественно значимым объектам Также депутаты Рязанской областной думы Определились со стоимостью патента на работу Для трудовых мигрантов Она регулируется специальным региональным коэффициентом Который отражает ситуацию на рынке труда Иными словами, уравнивает возможности трудоустройства Для иностранных граждан и жителей области Теперь за патент в 2016 году Нужно будет оплачивать ориентировочно На 3325 рублей в месяц По сравнению с годом текущим Стоимость патента возрастет чуть более чем на 500 рублей Мы заинтересованы в том Чтобы все участники рынка труда В Рязанской области находились в равных условиях Это и граждане Российской Федерации И иностранные граждане Которые работают по патентной системе Поэтому принятие данного закона Носят скорее технический характер Который учитывает объективные экономические реалии Также на сегодняшнем заседании депутаты приняли решение О досрочном прекращении полномочий Елены Митиной Она теперь представляет наш регион в Государственной Думе Кто займет ее место в Думе областной Решится в ближайшее время Губернатор Рязанской области Олег Ковалев Сегодня проверил На какой стадии находится строительство Трех гостиничных комплексов Которые в скором времени планируют Открыть в нашем городе Ольга Харламова побывала в губернаторском турне Губернатор Рязанской области Олег Ковалев Проверил на какой стадии находится строительство Новых гостиничных и туристических комплексов Возводимых сейчас в Рязани Первым он посетил трехзвездочный комплекс Конгресс-отель «Рязань» На Первомайском проспекте Сейчас ведем с ними переговоры С тем, чтобы где-нибудь в третьем квартале Следующего года Уже ее подвести под сдачу в эксплуатацию Я думаю, что сейчас мы на совещании Рассмотрим все нюансы, детали Дадим соответствующее поручение Там необходимо сделать и хорошее благоустройство И удобные подъезды, и подходы И это должно радовать глаз То же самое украшать Первомайский проспект Далее губернатор посмотрел Как идет строительство гостиничного комплекса Старый город на улице Мюнстерской Частично открыть его планируют уже в конце этого года Сюда уже даже привезли антикварную мебель Копленную, как говорят, на различных аукционах Вскоре ее отреставрируют И она станет одним из украшений гостиницы Этот гостиничный комплекс европейского уровня Тут будут предусмотрены и СПА-процедуры Гостиница Старый город Она особый характер имеет Это должна быть Изюминкой города Рязани Это гостиница Повыше классом Повыше уровнем Она расположена в самом центре Это уровень приблизительно 4 звезды А по комфорту она будет соответствовать 5 И в заключении своего выездного тура Олег Ковалев осмотрел комплекс Рыбацкая деревня в селе Шумыш Рыбацкая деревня Ну срок, который для себя ставили Значит Авторы этого проекта Он немножко отодвигается Значит, ну по вполне объективным причинам Мы не видим здесь Действительно какой-то спешки Я вижу, что готовность высокая Я вижу, что работают здесь В правильном направлении Но принимать сюда гостей Надо тогда, когда будет и зелень И когда будет им комфортно И глазу, и телу Будем говорить так Приток туристов в Рязань растет Отметил губернатор Город удобно расположен И у нас хорошие условия для отдыха Возводимые гостиницы Сделают их еще лучше Инвалидность не приговор Тем, у кого, несмотря на ограничения по здоровью Желание трудиться не пропало Центр труда и занятости Помогает подобрать подходящую вакансию Какие условия созданы Для работы людей С ограниченными физическими возможностями Узнавала Ольга Харламова Как говорится, жизнь прожить Не поле перейти И ситуации случаются разные Было хорошее самочувствие Но подвело здоровье И получил инвалидность Тем не менее, силы, желания работать остались Да и обстоятельства нуждают трудиться Например, нужно прокормить, вырастить И выучить ребенка И на все на это нужны деньги Какие рабочие места предусмотрены в нашем городе Для людей с ограниченными возможностями И на каких условиях они могут трудиться Ежегодно к нам в Центр занятости Обращается порядка 1700 граждан С ограниченными возможностями Понятно, что на территории Рязанской области Достаточно больше Но тем не менее Мы адресно подходим сейчас Ко всем обратившимся Для этого создан отдельный блок вакансий Который предусматривает собой Во-первых, вакансий с гибким графиком работы Во-вторых, с учетом ограничений Для некоторых категорий Если это инвалидность первой, второй группы Это продолжительность рабочего дня Это, конечно, необходимо предусматривать Что для таких граждан Будет предусматриваться вакансия С нетяжелым физическим трудом И ненапряженным эмоциональной нагрузкой Но не все обращаются за помощью в поиске работы Причина тому в основном психологическая Хотя в реабилитационной карте Человека с ограниченными возможностями Прописано, на каких условиях он может трудиться И профессионалам из центра занятости Конечно, подобрать подходящую вакансию легче Нежели искать ее самостоятельно И желание трудиться, оно превыше У некоторых не хватает навыков Кто-то не имеет того специального образования Которое необходимо для той или иной вакансии Уже находясь в нашем центре занятости Или кому-то необходимо переучиться Поэтому в этом отношении мы, конечно, работаем И с медико-социальной экспертизой Чтобы помочь вот эту найти взаимосвязь И что, если есть желание Но мы стараемся, в всяком случае Найти какие-то определенные точки взаимодействия Чтобы человек дальше продолжал работать Таких вакансий в базе центра труда и занятости Около 600 Направления самые разные Очень много административного характера Это есть и слесарь, если мы говорим о мужчинах Очень часто встречаются профессии, связанные с логистикой То есть, чтобы человек мог находиться на рабочем месте И если это знание персонального компьютера Для того, чтобы можно было бы работать Это вакансии, которые встречаются с точки зрения работы Информационно-телефонной связи Когда на месте он может выполнять функции Опять же, это не тяжелый физический труд Это график работы Сменные, которые гибкие И удобен для гражданина, у которых есть определенные физические ограничения В Рязанской области существует закон О квотировании рабочих мест для отдельной категории граждан Например, инвалидов Каждый работодатель, каждый, говорю, работодатель Если численность работников в организации составляет более 100 человек То 2% от численности работников, находящихся в организации Должны быть предусмотрены для граждан с ограниченными возможностями А для численности в организациях от 35 до 100 Мы говорим все же о малом и среднем бизнесе Такая квот увеличена до 3% Некоторые люди с ограниченными физическими возможностями Идут работать в кафе Знакомьтесь, Елена Ким работает барменом Она приняла решение не сидеть дома без дела и не опускать руки А пойти трудиться Нашлось и подходящее место Есть и заработок, и общение с людьми И эта работа не во вред здоровью Дали мне группу и без работы Ну и хотелось бы работать к пенсии побольше И предложили здесь вот работу Устроило то, что рядом с электричкой я в Рыбном живу Ну и рабочий день такой сокращенный В общем-то, ну вот и все, можно сказать И устраивает условия работы Условия работы и график работы В общем-то, 5 работают дней, 2 дня Выходных, ну сокращенных С 11 до 3 работ Работать Елене в этом кафе нравится Трудится она на совесть И начальство довольно Не пожалели о том, что взяли на работу человека Которому поставили инвалидность Это нисколько не мешает нашей героине Исполнять свои обязанности на высшем уровне А ее ответственность, порядочность и тяга к работе Заслуживают уважения В силу своей работы я сотрудничаю с Рязанским центром занятости Вот, ихний сотрудник мне позвонил И предложил поучаствовать в программе Остащение рабочего места Незанятых инвалидов Условия предусмотрены, ну, как бы Неполный рабочий день Он устраивает и меня, и работников Ну, категория таких людей, на самом деле, очень ответственная Очень добропорядочная То есть, никаких нареканий нет Вот такая ситуация Кстати сказать, через Центр труда и занятости За этот год было трудоустроено Около 400 человек С ограниченными возможностями Продолжение рода – это прекрасно А вот бюрократические проблемы С которыми приходится сталкиваться молодым мамам в нашей стране К сожалению, по-прежнему никуда не деваются О том, как рязанские мамочки остаются без декретных отчислений В сюжете Оксаны Тебенихиной Многие женщины, которые планируют заводить ребенка Опасаются того, что во время беременности Их могут уволить с постоянного места работы В результате чего они окажутся без заработной платы И декретных отчислений Евгения, например, была на 100% уверена в обратном И что отработав почти 8 лет В одной организации она спокойно сможет воспитывать своего первенца Получая честно заработанные декретные Ведь она защищена законодательством Оказалось, все не так просто В июне организация изменяла юридическое лицо И они нас не переводом переводили, а мы все по собственным желаниям писали Увольняемся из одной организации И тут же принимают нас в другую Все написали, всех приняли Я с полной уверенностью, что меня тоже приняли Трудовой договор мне на руки не дали Ссылаясь на то, что пока печати нет в Москве и все прочее Я с июня сижу, уверена, что я работаю в декрете Но пока проблемы тут с выплатами А потом постепенно мне начали пригрожать Что мы тебя не перевели, договора твоего нет Ничего не знаем И 22 сентября мне официально заявили Что тебя решили не переводить И все, ты безработная Оказывается, уже с июня месяца, с июля С первого июля Следует напомнить, что увольнение беременной женщины для каждой организации является очень сложной заботой При этом каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке Большинство женщин знает о том, что они обладают существенными правами и многими важными преимуществами Благодаря которым уволить их практически невозможно Если уволили беременную женщину с нарушением пунктов Трудового кодекса То она может подать в суд на организацию Причем чаще всего такие дела являются выигрышными для истцов В результате женщина может быть не просто восстановлена на прежнее место работы Но и имеет право на получение существенной компенсации За причинение морального вреда Я и в суд ходила Срок давности тоже истек эти вот три месяца получается И на руках у меня никаких документов получается нет Они их просто уничтожили, по их словам И поэтому и доказать мне что-то очень сложно Мне во всех инстанциях сочувствуют Но помочь вот толком и никак не могут И так я осталась получается И без выплат за первого На какой больничный декретный за второго получается У меня нет ни стажа, ничего То есть я семь лет там проработала Уверена была, что я защищена государством Как беременная мама А оказалось, что вот могут так безнаказанно И спокойно просто лишить двоих детей Их законных выплат Евгения в своей беде не одинока Примерно в такой же ситуации оказалась ее коллега Мария Правда, тут дело не в декретных отчислениях А в пресловутой справке о доходах, которые ей Новообразовавшаяся на месте старая организация Никак выдать не хочет И ходит девушка, обивая инстанции Да и все безрезультатно Я прошу справку элементарную Мне нужна субсидия И вот, чтобы не за квартиру платить Там меньше, чтобы высчитывали Вот, и мне ее не дают Просит уволиться с июня месяца То есть если Они меня, вернее, просят уволиться Да, и говорят, если я сейчас увольняюсь То я увольняюсь, буду уже уволен с июня месяца Вот, и то есть надежда там вот такая вот Бухгалтер фамилии, я не знаю Вот, и она сказала Я вам чисто по-человечески советую, чтобы вы уволились И как бы ООО прикол по документам существует Но никто не знает, где она И кто ее обслуживает и прочее То есть я не могу с ними никак выйти на контакт У Марии двое детей Женя уже через месяц родит второго малыша Видимо, на отсутствие времени у молодых мам И рассчитывал недобросовестный работодатель Увольняя задним числом беременных девушек Мы будем следить за развитием событий И надеяться на положительный исход И торжество справедливости И на сегодня это все новости, которыми мы хотели с вами поделиться Смотрите далее программу подробностей и прогноз погоды А программа День города прощается с вами до завтра Всего доброго и до встречи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok